Всем привет, с вами Прия. Сегодня рассмотрим Голдфарм при таком празднике как Теквавин. Глянем, сколько стоят различные товары на текущий момент на сервере Гордуния. Теквавин богат своим контентом, если сравнивать с какими-либо другими праздниками. Летаем абсолютно по всем тавернам с включенной модификацией Handy Notes, HelloSend, и при этом добываем теквавинские сладости. Делаем различные ачивочки для теквавина, и по итогу получаем прекрасное звание. Но куда же реализовывать все эти теквавинские сладости? Да, можно купить какие-то костюмы, можно купить какие-то итемы, которые повысят итем-левел наших наследуемых вещей. Но есть ли в этом польза? Да ну не особо. Намного интереснее теквавинские сладости слить на покупку питомцев. Таких как Кошка Фамильяр, Проклятый Кот, Призрачная Кошка, либо Накси. Их цена достаточно разная друг с другом. Но недавно отсканировав аукцион, и посмотрев абсолютно всех питомцев, я увидел, что Кошка Фамильяр стоит 20 тысяч, Проклятый Кот 35, Призрачная Кошка 22, Накси 29. Мы покупаем питомцев. Дальнейшим действием мы ставим их на аукцион и ждем того момента, когда у нас их купят. Вероятности, конечно, не особо много то, что они быстро продадутся, но если вам удастся продать такой дорогой лот, то почему бы и нет? Это будет прекрасным пополнением вашего кошелька, вашего рюкзака в Варкрафте. Это будет просто замечательно получить с питомца 20-30 тысяч, успешно продав его на аукционе. Я считаю это прекрасно. Лично я этим фармом заниматься не буду. Праздники не особо мне интересны на текущий момент времени после 10-летней игры в Варкрафт. Да и голды имеется более 10 миллионов после последнего фарма в конце Дренора. На фарме гарнизонов все было просто прекрасно. Удачи вам в получении текувинских сладостей. Не забывайте ходить на всадника без головы подземелья. Там тоже падают текувинские сладости раз в день. Ну и делайте дейлики различные, крестики. Чем больше текувинских сладостей, тем больше питомцев. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.